ПЕСНЯ В самое лучшее время души, в гостину души, великий пост, очень важно нам с вами услышать сегодняшнюю притчу, которую мы просто читали Святого Ивановича. ПЕСНЯ Где будет сокровище ваше, то будет сердце ваше. И каждый из нас должен определить для себя, что для нас важное для жизни. ПЕСНЯ Или вечная и неизменная, бесконечная, вечная жизнь, общение с Богом. Или мирское суетное, где же черепля передает. ПЕСНЯ И поэтому очень важно нам определиться и решить для себя, что мы хотим. ПЕСНЯ Сидеть на двух стульях нам не получится. ПЕСНЯ Так же, как и сказал Господь, служить Дум Господа не получится. ПЕСНЯ Или Богу, или миру. ПЕСНЯ Но что-то одно, когда человек соглашается служить Богу, то он не расслабляется ни на минуту. Он всегда готов понести искушение. ПЕСНЯ И нам с вами тоже нужно уготовить душу свою для искушения, скорби и болезни, для того, чтобы очистить душу свою от нечистых помыслов. От грехов, от осуждения, от нелюбви. Когда человек несет скорби и страдания, он ищет выход из этого положения. А выход один – покаяние. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Покаяние человек увидит скорби и страдания других, и только через покаяние человек захочет исправить свою душу. ПЕСНЯ 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 Пусть этот пост принесет нам великую пользу, потому что нам нельзя не дать возможности душе очиститься, осветиться, самовародиться. И это повлище, это не только физический пост, не только любви, ведь это помощь, поддержка нам. Но самое главное, чтобы мы обратили внимание свое на душу, на то, чтобы очистить душу, обратить внимание на наше отношение к людям, примириться с теми, кто нас обидел, кого мы обидел. Потому что, если в душе зародилась злая память, зло помнение, то это великое падение души. И не всегда душа может выйти из этого состояния. Поэтому мы должны строго контролировать все движения своей души, чтобы душа наша не заразилась, не помрачилась этими дугами. Потому что грехи цепочкой идут друг за другом. Если мы на кого-то обиделись, озлобились, то мы потеряли благодать. Мы не только начинаем не любить друг друга, не понимать, но мы еще и начинаем враждовать, грешить, осуждать друг друга. И все. И душа вверглась в пучину греха. Забыла о Боге. А если не забыла, то как трудно в этом состоянии человеку освободиться от греха. Как трудно человеку вырваться из этих курсов, из этих цепей. И поэтому мы должны с вами именно в эти дни Великого Поста как бы заново радиагностировать свою душу. Увидеть, что он не летал. Иногда нам кажется, что у нас все хорошо и благословно. Но в какие-то моменты искушений, которых может быть давно и не было у нас, нам казалось, что все так хорошо и благословно. Но вдруг Господь напомнил нам о наших грехах. И мы не потерпели ни обид, ни скорбей, ни укоения. И вот открыл нам Господь наши недуги душевные. И если мы начинаем обижаться или злословить, или злобиться на кого-то из ближних, который доставил нам неудобства, который нас чем-то обидел. И мы уязвились этим, если мы действительно считали, что мы такие благословные, а кто-то нас уязвил. И мы уязвились и стали иметь злобамятство, недоброжелательство. То, поверьте, не в человеке дело, а в том, что Господь нам решил показать, в чем нам надо покаяться и в чем нам надо исправиться. Именно человека надо злобиться и обижаться, избегать его. А наоборот, благодарить Бога, что Господь открыл тебе немощи твоей души, которые губят тебя. И от которых обязательно нужно избавляться. Обязательно. Дай Бог нам с радостным сердцем и с великой надеждой вступить в Великий Пост. Мы не знаем, что нас ждет впереди. Может быть, это последний наш пост. Может быть, это последнее наше испытание. Поэтому мы всегда должны быть готовы предстать пред Богом. Не озлобленной, не смущенной душой, а очищенной. И благодарностью Богу за все, за то, что Бог нам открывает ваше предвещение. И потратит свои силы не на пустые разговоры, не на пустые какие-то дела, суетные, мирские, а на исправление своей души. Поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с вступлением с Великой Четыридесятницей, которая нас многому должна научиться. И мы должны всецело верить в душу свою Богу. А сегодня Масленица, тот день, когда мы настраиваемся душевно на добрые дела, когда мы входим в поприще земное, в поприще небесное, а не земное. Когда мы настраиваемся на то, чтобы вступить в ангельское пребывание. Потому что мы должны забыть о земной суете. Хотя бы на это время, чтобы сдать этот генеральному экзамен пред Господь. И пусть Господь даст нам силу, черпение и мудрость, чтобы победить поздневражеские, которые особенно будут проявляться в дне этого поста. И благодарить Бога за то, что Он открывает нам наши мелочи. Аминь. Спасибо.